Друзья, всем привет! Начнем с Курской области. Здесь продолжаются боевые действия на нескольких участках. В Лужковском районе, по имеющимся сведениям, российские силы восстановили часть позиций в районе Медвежьего. Большая часть населенного пункта находится под контролем ВСРФ. По самым оптимистичным заявлениям, армии России удалось дойти до линии государственной границы, отбросив противника на этом участке в Сумскую область. В Кореневском районе отмечен факт успешного применения БЛА и Находец. Это стало пятым публичным случаем применения данного беспилотника на этом участке фронта за месяц. Управляемым вооружением с дрона был поражен ПВД ВСУ в Ольговке. Противник не оставляет попыток закрепиться в селе и атаковать позиции ВСРФ в северне, но безуспешно. В Судженском районе российская авиация наносит удары по выявленным местам скопления личного состава ВСУ. В Русском, Поречном, Богдановке и Калмаковке на рубеже Барки Плёхова продолжаются тяжелые боестолкновения на подступах к последнему. В Сумской области российские силы поразили ракетным ударом скопления личного состава автомобильной техники противника в лесополосе в районе Бондарёвщины. После прилета на месте удара также наблюдалась вторичная детонация Б-комплекта. За прошедшие сутки подразделениями группы Север отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышовки и Плёхова. В результате уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. На Угледарском участке фронта, установив контроль над Угледаром, части ВСРФ, незадействованные в зачистке города начали уверенное продвижение между Водяным и Екатериновкой. Есть продвижение в направлении Богоявленки и определенные тактические успехи к северу от Пречистовки, к западу от Курахова не менее половины Островского под контролем армии России. От него российские силы начинают пробиваться к дороге Максимилиановка-Курахова. В самом Максимилиановке ожесточенные бои. Возможно, что именно на юг пойдет наступление из Островского, чтобы в районе села Дальнее перерезать сообщение Курахова с Богоявленкой и начать маневр по охвату Курахова с юга. Отличные новости поступают с Покровского направления, где российские силы практически установили контроль над Сукурино, имеющий решающее значение для окружения городов Горняк и Селидово. Противник удерживается на птицефабрике на западной окраине поселка. Атакуя с северных рубежей Сукурино, ВС РФ продолжают охватывать Селидово с юга, продвигаясь в направлении села Вишневое. Южнее Сукурино идут отчаянные боестолкновения в селе Измайловка, утрата которого обернется окружением Горняка и выходом ВС России на последнюю дорогу из этого города на Ильинку и Курахова. ВСУ безуспешно пытались контратаковать в районе Гродовки. Торецкой агломерацией после перегруппировки и улучшения тактических позиций в центре города ВСРФ предприняли разведку боем на шахту Центральная. Последний бастион противника в центре города. Вероятно, активизация атак. После взятия этого объекта контроль Торецка ускорится. На Часовоярском направлении бои преимущественно ведут артиллерия и дроны. На флангах тяжелые позиционные бои. Здесь без особых значимых изменений. На Северском участке, вероятно, продолжается подготовка к полномасштабному наступлению. Артиллерия и РСЗО регулярно бьют по укреплениям ВСУ к северу от выемки Иванодаревки. В Краснокаменском идут упорные бои. На Краснолиманском направлении ВСУ контратакуют в районе Невского, но безуспешно. Бои неподалеку от Новолюбовки и к западу от Макеевки. По ситуации на Запорожском направлении, противник продолжает укреплять свою оборонительную линию на рубеже Малая Токмачка, Белогорье. В числе прочего устанавливаются системы РЭП, станции связи, а также создаются запасные КПУ. Помимо этого, ВСУ резко нарастили число разведывательных полетов, опасаясь начала штурмовых действий с российской стороны. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью в Financial Times, где заявил, что русская армия сильнее европейских войск и призвал Киев трезво смотреть на территориальные претензии. Йенс Столтенберг закончил свое 10-летнее президентство в НАТО и честно пообщался с Financial Times, где был более искренен, чем с трибуны Альянса. Экс-чиновник считает, что Киеву уже пора трезво смотреть на ситуацию и отказаться от территориальных претензий на границе 1991 года. Он привел в пример Советско-финскую войну 1939 года, которая закончилась тем, что Хельсинки отказались от 10% земли. Столтенберг считает, что ближайший переговорный импульс будет только после выборов в США. Экс-генсек НАТО также высказался о противостоянии военных мощностей России и Европы. По его словам, у европейских членов Альянса слишком мало оружия, потенциала и войск высокой степени готовности. В интервью Financial Times он прямо признал, что НАТО отстает от русских. Нынешние военные расходы НАТО на уровне 2% ВВП от страны-участницы. Недостаточно для установления военного паритета. Нужно гораздо больше, чем 2,5% и даже 3%. По его словам, в Москве знают о фактическом положении вещей. Дальше будет для Украины сложнее. Передает телеграм-канал легитимный. Потому что Россия сбрасывает больше бомб, так как тысячи у них на складах и тысячи новых производят. Противодействия этой угрозе нет. Самолетов у России больше и выпускают больше, чем теряют. В отличие от ВСУ, танков и БМП также больше и производят больше. В Украине падает мотивация солдат. Усталость от войны зашкаливает. В БПЛА Россия начинает производить больше и разнообразнее, как и РЭП, РЭР. В Украине же будет энергетический кризис. Последствия могут быть катастрофические. Русскую армию начинают призывать больше, чем Украина отлавливает кейсы за мобилизации. Также качество солдат и подготовка у россиян становится намного выше, чем у ИСУ. Ракеты России не заканчиваются, как об этом часто передает Киев. Дозвониться не смог даже генсек НАТО. Столтенберг рассказал, как Зеленский спрятался в бункере от русских. Йенс Столтенберг наконец перестал возглавлять НАТО. На новую работу пока не устроился, а потому коротает время за разговорами. Вот недавно рассказал журналистам, как Владимир Зеленский прятался в бункере от русских. Так хорошо спрятался, что даже генсек НАТО ему дозвониться не смог. Йенс Столтенберг мог занять главный политический пост в Норвегии, если бы там решили ликвидировать монархию. Но ни в президенты, ни в наследные принцы бывший генсек НАТО не метит. Рассчитывает заниматься в кавычках «обычной работой». Что под этим подразумевается, непонятно. Ведь много-много лет подряд обычной работой Йенса было подливание масла в огонь разожженных Западом конфликтов. В интервью, данном The Financial Times, 65-летний Столтенберг рассказал много интересного. Как легко догадаться, разговор шел в основном об украинском конфликте. Экс-генсек не упустил возможности в очередной раз очернить Россию и демонизировать ее лидера Владимира Путина. Дать больше оружия. Йенс Столтенберг признался в том, о чем он больше всего сожалеет. Он должен был настаивать, чтобы предоставить Киеву еще большую военную поддержку до 2022 года. «Я думаю, мы все должны признать, что нам следовало бы дать им больше оружия до вторжения. И нам следовало бы им дать более современное оружие быстрее после вторжения», – произнес политик. Но всю ответственность за эту ошибку брать на себя отказался. Согласился взять лишь часть. Он добавил, что проделанной им работой гордится, а именно тем, что удалось усложнить России жизнь. Он называет нашу страну непредсказуемой и опасной, а ее политику видит как враждебные действия. Столтенберг не скрывает, настаивал на пересечении всех красных линий, которые установил Владимир Путин. Когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, НАТО предупредило, что Киев сможет продержаться максимум несколько дней. Но ему удалось выстоять. Столтенберг провел аналогию с подбрасыванием монеты, намекая на то, что произошедшая случайность. О том, что украинская столица не была взята из-за отступления русских войск, согласно договоренностям Москвы и Киева, бывший генсек Североатлантического альянса не упомянул. Зато рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский, на тот момент легитимный, прятался от русских в бункере. Когда бывший комик был неопытным политиком и задавал Столтенбергу самые элементарные вопросы, когда началась спецоперация, Зеленский скрылся в защищенной зоне. Пока Зеленский скрывался отторжений России в бункерах и избегал российских ликвидаторов, Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней. Когда они наконец поговорили, этот телефонный звонок был довольно трудным. Частично вспоминая Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро поймают или ликвидируют, говорится в статье Financial Times. Впрочем, в основном тот телефонный разговор был о бесполетной зоне над Украиной. Такое Столтенберг предоставлять отказался, несмотря на мольбы Зеленского. ЕС начинает шатать Грузию перед парламентскими выборами 26 октября. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский через Эхо Кавказа, проект Радио Свобода, сообщил, что Евросоюз решил приостановить встречи с представителями грузинского правительства. Таков ответ ЕС на антиевропейские действия и риторику правящей партии «Грузинская мечта». В июне этого года у нас была внутренняя дискуссия с нашими государствами-членами о том, каким должен быть подход к властям Грузии, которая, как мы считаем, недружественна по отношению к Европейскому Союзу. Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии, отметил Герчинский. Он также добавил, что Европейский Союз готов работать с той властью Грузии, которая готова вступить в ЕС. Также такое правительство должно быть демократически избрано грузинским народом. Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, добавил Герчинский. В то же время посол напомнил, что ЕС основывается на определенных ценностях, которые не являются предметом переговоров. В частности, это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств. И мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ изберет новое правительство, которое будет верно этим ценностям, сказал Герчинский, призвал граждан Грузии к активному участию в предстоящих выборах. Если вы внимательно прослушали все, что сказал посол ЕС, то узнали шаблонные заявления для расшатывания страны по методичкам Сороса, по итогам любых выборов. Майдана в Грузии точно не избежать. А теперь наша очередь. Россия вправе забрать у Финляндии территории. Наши соседи любят антирусские игры. И, как показывает практика, почти никогда это ничем хорошим не заканчивается. Пока Москву забрасывают санкциями, наши эксперты решили преподать недругом урок истории. Россия вправе забрать у Финляндии территории. Теперь наша очередь качать права. На кону Саймонский канал и Аланские острова. Алексей Мухин, политолог, в беседе с Царьградом прокомментировал неоднозначную ситуацию с Финляндией. Он отметил, что потеря нейтрального статуса этой страны открывает возможность для России пересмотреть ряд соглашений, которые касаются территориальных уступок. Ведь ранние уступки были сделаны нами в обмен на закрепление нейтрального статуса Финляндии. Информация о наших притязаниях, безусловно, требует более внимательного изучения. Мухин уточнил, что речь идет не о больших территориях, а о некоторых незначительных уступках, которые, тем не менее, могут быть особенно неприятны для Финляндии. В частности, он упомянул несколько островов и другие мелкие территории. Острова некоторые и так далее. Там есть вещи, подытожил он, дав понять, что Россия вправе забрать у Финляндии территории. Но какие это территории? Пробуем разобраться. Ранее русские депутаты предложили денонсировать соглашение об аренде Сайменского канала с Финляндией, напомнив финнам о принадлежности этой водной магистрали. В последнее время финские власти активно пытаются ухудшить отношения с Россией, игнорируя последствия для своей экономики, которая страдает от разрыва связей с Москвой. Хельсинки закрыл пограничные переходы и прекратил железнодорожное и авиасообщение, а потом и вовсе заявил о запрете на движение наших прогулочных катеров по Сайменскому каналу. При этом финские власти забыли, что канал был построен Российской империей в 1856 году для соединения финского озера Саймен с Выборгским заливом. Общая длина канала составляет 57,3 километра, из которых только 23,3 километра принадлежат Финляндии. Остальную часть страна арендует у России с 1960-х годов, и действующий договор аренды, который был подписан на выгодных условиях для финнов, продлится до 2063 года. Аренда не имеет фиксированной платы и состоит из постоянной суммы и переменной, зависящей от качества навигации. По разным оценкам, Финляндия ежегодно выплачивала не менее миллиона долларов. Несмотря на то, что договор аренды продолжает действовать, Россия и правда изучает процесс денонсации старых советских соглашений, которые стали невыгодны. Если же Россия все же пойдет на денонсацию договора по каналу, то в Финляндии ждут серьезные проблемы. У нас-то имеется Выборгский залив, через который мы легко попадаем в Балтику. Так что мы прекрасно проживем без Сайминского канала, а вот финны вряд ли. Еще один урок истории. Финны оступились, но где? Если ситуация станет действительно серьезной, то финны рискуют потерять не только Сайминский канал. На кону также автономные Аландские острова. Их проблема заключается в том, что после вступления в НАТО Финляндия хотела закрыть наше консульство на Архипелаге, который имеет статус демилитаризированной зоны, в то время как Москва с 19 века является одним из гарантов мирного состояния этих островов. Однако НАТО не признает подобный статус, и финские власти всерьез рассматривали изменения в законодательстве, чтобы выгнать оттуда представителей России. Аландские острова обладают особым статусом и собственным правительством, отличаясь от остальной Финляндии многонациональным и мультиязычным составом, где преобладают шведы. Будут ли они согласны с такими изменениями – вопрос открытый. Исторически Аландские острова стали частью Российской империи после войны 1808-1809 годов со Швецией и оставались в ее составе до 1918 года. Главный порт архипелага, столица Мария-Хамн, был основан русскими в 1861 году. В теории ситуация может привести к восстановлению нашего контроля над Аландскими островами, учитывая, что Финляндия не имеет на них законных прав. За вызов Москве еще предстоит ответить. Милитаризация Финляндии и ее превращение в Северную Украину продолжается по намеченному плану. Как сообщает финское издание Айль, в стране будут созданы два штаба НАТО. Один из них разместится на юге в городе Микеле, у границы с Россией, и будет отвечать за сухопутные силы Альянса в Северной Европе. Второй штаб передовых сухопутных сил планируется разместить на севере, либо в Раваниями, либо в общине Садан-Кюля. Финны предоставили американцам все свои базы и все военные объекты. При таком раскладе над Россией нависнет большая угроза. Радикальным решением данной ситуации могло бы стать применение ядерного удара по Финляндии. Но пока об этом рано говорить, ведь мы можем надавить, напомним об исторически наших территориях. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok